МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Этот вагон в метро в подземке не был ни разу. С 97-го года он живет в депо. Работники соорудили музей в виде вагона к десятилетию Самарского метрополитена. Здесь вся история жизни предприятия. От первого приказа до проектов новых станций. Лабинская, Самарская, Театральная. Бывает, захожу, смотрим, он постоянно открыт, пожалуйста, посещайте. Потом очень часто приводят сюда своих детей. Тоже интересно смотреть. Смотрят, особенно на новые станции, которые будут когда-нибудь, может быть, когда они будут большие. 1 ноября 1987 года в 9-м часу вечера из Вородопо вышел первый поезд. Это были пробные обкатки, так называемые баранки. Центральный экспонат в музее, ключ, весом около 3-х килограммов. 27 декабря 1987 года этим ключом символически открыли первую ветку метрополитена от Юнгородка до станции Победа. Самара стала пятым городом, где появилось метро. Обогнали Москва, Петербург, Нижний Новгород и Новосибирск. Но те, кто здесь работают, историю предприятия знают, как свои пять пальцев. Говорят, для них самое интересное в музее – старые фотографии. Интересно очень, какие были молодыми. А сейчас уже взрослели. Путешествие посетителей музея вагоном не ограничивается. Подробную историю Самарского метрополитена собрали в 2007 году, к 20-летию предприятия. История появления этого музея уже в управлении метрополитена не менее интересная, чем его содержание. Эта люстра когда-то освещала два этажа. Ее подняли выше, положили перекрытие, сделали пол. Анатолий Гришин – один из основателей музея. Работает в метрополитене с самого основания предприятия. Мне просто нравится. Я люблю фотографии, люблю художество, люблю дизайнерство. Вот это все дизайнерство – большое дело. Художника хорошего подбирали. Еле-еле нашли. Александр Кулинкин сначала работал в депо. После, когда перевелся в управление, зайти в музей было некогда. В подземке для машиниста состава свет. В конце тоннеля – не просто слова. Примерно каждые три минуты поезд приближается к станции. Часть тоннеля метро выложена квадратными бетонными плитами, часть – полукруглыми. Такие кольцевидные плиты прочнее. Под рельсами ямы для стока воды. На случай, если полотно начнут заливать грунтовые воды. Почему поезд не может догнать впереди идущий? Где находится самая глубокая подземка? Какая стихия опасна для метро? И многое-многое другое расскажут в музее. Посмотреть на первые вагоны и побывать в тоннеле теперь может каждый желающий. Главное – собрать группу единомышленников. В мечтах работников метрополитена – новые станции метро и новый, к 30-летию, еще более полный музей. Адрес муниципального предприятия «Самарский метрополитен» – улица Гагарина, 11А. Работает с 8.30 до 18.30. Перерыв на обед с 13 до 14 часов. Телефон – 336-19-01. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова